ПОЭТИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ Сегодня во Дворце Детского и Юношеского Творчества проходит поэтический чемпионат 2014, который проводится уже 5 лет. Кстати, по итогам прошлого чемпионата была выпущена эта книга. Это стихотворение победителя прошлого чемпионата 2013 Полины Шубиной. Она называется «До утра». Мои стихи не стоят ни гроша. И мой талант пока никем не признан, но я пишу. Мне так велит душа, и лист помятый строчками пронизан. Едва дышу, чтоб рифму не спугнуть. На еле теплый кофе нервно дую, и знаю, до утра мне не уснуть. Я мыслям проиграю бой в сухую, воспоминания режут изнутри. Моё сознание прошлое стремится и вспыхнут, как от огненной искры, как солнце лучик поутру забрежет. Моя же тень начнёт меня душить, мои же мысли рвать моё сознание. Всю ночь буду беззвучно в муках ныть, словно бедняк, просящий подаяния. Забьюсь в углу, открыв на стиш окно. Холодный ветер обнимает плечи. Быть может, мне таланта не дано, но эти строки меня словно лечат, мне легче. Наступило тихое утро, по венам пробежала снова кровь, и всё бело. Лишь на полу чернеют помятые листки моих стихов. То есть какой школы? 166! Хорошо, дружные ребята. Вы вообще волнуетесь? Да. Не капельки вообще. Он болеет. Он болеет. В другой стране для поддержки нашей школы специально прибыл депутат городской думы, поэтому мы сегодня должны победить настрой боевой, и ребята, сплочённые командой, к цели идём, к победе. Вообще, какой раз участвуете на подобных чемпионатах? Ну, уже много лет, лет пять, наверное, точно. Даже больше, наверное. Традиционно и часто бываем лидерами. Ну, тогда вы знаете рецепт, каким должен быть современный поэт. Расскажите. Он, наверное, должен очень часто сочинять, и каждый день у него должно приходить вдохновение. Но оно не всегда приходит. Да, к сожалению. Это к сожалению. Ну, как говорится, да, и красиво, и богато наша Родина, ребята. Потом можно вперёд. Александр Витальевич Громов, председатель Самарского отделения Союза писателей России. Александр Витальевич, как вы думаете, участники конкурса, ребята, станут серьёзными поэтами, или это останется на уровне, ну, творчества, досуга? Не знаю. Честно говоря, это так на всё, Божья воля, станут или нет. Если Господь будет ему милости, значит, станут. А если нет, значит, найдут себя в другом. В чём-то другом. Главное, что вот творчество, вот это чувство слова, чувство любви, а настоящее слово, оно рождает любовь, в первую очередь. Оно в них есть, оно в них останется. Поэтому где бы они, в какой работе, кем они станут в будущем? Там, врачами, медицинами, депутатами, я не знаю, учителями, у станка будут работать. Чтобы это вот чувство творчества в них оставалось. Идея проводить подобные чемпионаты вот уже пять лет живёт в этой маленькой комнатке дворца, библиотеке. Валентина Дмитриевна Петрук хранит и выдаёт книги и очень переживает, что современные школьники стали меньше читать. И, кстати, очень радуется, что во дворце проводятся подобные поэтические конкурсы. Валентина Дмитриевна, что для вас значит этот поэтический конкурс или поэтический чемпионат, как вы его называете? Я убеждена, что в городе Самаре, вообще в Самарской области очень много ребят пишет стихи. Но самое главное, что когда они пишут стихи, им их некому показать, потому что стесняются показать это ребятам, своим одноклассникам. И союз писателей, союз молодых литераторов предложил нам поучаствовать в этом чемпионате, где бы ребята могли встретиться со своими друзьями и поиграть. То есть поэтический чемпионат это своеобразная игровая форма, где ребята читают свои стихи, и читают стихи классиков, и состездаются в импровизационных конкурсах. И это, в общем-то, очень нам удалось. И чем отличается творчество современных писателей, современных ребят? Знаете, на мой взгляд, больше пишут, ну, каких-то грустных стихов. Как думаете, с чем связано? Ну, наверное, переживают больше о нашей жизни, волнуются, а высказывают это вот в такой вот форме. На мой взгляд, мало позитива. В нашем мире? В творчестве детском. Первый конкурс – визитка. Каждая команда рассказывает о своей школе, своем районе. Наш район могучий и огромный. Города – ведущее звено. А еще он, знаете ли, скромный. Это вы заметили давно. Повезло, в войну не воевали. Но на кировских заводах все ж тайком наши предки по ночам не спали за машинкой, лентой, за станком. И, как молчаливое спасибо, километров два длиной. Расстелилась гордо, без изгиба. Здесь аллея славы трудовой. А на перекрестке шумных улиц восклицая Сдаться? Ни-когда! В небо глядя, воин щурится, храбрый, и зовут его Ил-2. Вдоволь о войне наговорив, предлагаю отдохнуть немного. Развенчать давно хочу я, миф. Надоел он мне. Да ради бога! Говорят, что в Кировском районе не упасть и яблоку. Все драки. Миф! Такое лишь на стадионе. Да и то, во время гола, до атаки. Кировчане гордоливы и тактичны. Не дерутся просто так. Тех же, кто не чтит приличий, нежно окунают в аквапарк. Он у нас уютный. Уж годами всех вмещает городу подстать. В общем, между нами и Майами знаете, что выбирать. Маш, ты где? Опять жует. Наши Еве яблоки приелись. Все наш пятый хлеб завод. Булки выпускает. Просто прелесть. Не ворчи, Анастасия. Лучше погрызи грильяжу. Ты от Кировской России. Хороша Россия, хороша. Кушать мы присели Коли. Потеснись, славянская душа. Уступи местечко Кока-Коли. Можно Кировским хвалиться от зари и до зари. Жаль, финал не месяц длится и не роботы в жюри. И, пожалуй, скажем на прощание о гимназии нашей. Во втором конкурсе ребята читали стихи любимых самарских поэтов. Расскажу немного про события, о котором идет речь в стихотворении. В 812 году ранним утром 23 июля начался ожесточенный бой под деревней Салтановкой. Корпус Раевского целых 10 часов сражался с пятью дивизиями Даву. И в критический момент Раевский лично взял командование на себя и повел полк в атаку со словами «Солдаты-братцы мы с моими детьми покажем вам путь к славе вперед за царя и Отечество!» Николай Раевский старший на французов в бой идет генерал герой бесстрашный сыновей на смерть ведет потому что эти дети шалуны и дрочуны путь к победе на рассвете указать для всех должны взявши за руки обоих роковой связал судьбой и ведет по полю боя полк пехотный за собой он зовет солдаты братцы за детьми идите вслед одному из них семнадцать а другому десять лет эти юные герои я ручаюсь головой путь в бессмертие откроет вашей славе боевой шквал французской батареи все сметает на пути смерть над полем брани реет и к врагу не подойти высоко в небесном храме преклонившись к алтарю в ноги господу как знамя стелят ангелы зарю и кричит Раевский младший окликая божью рать дайте знамя в рукопашной я умею умирать и встает открытой грудью на врага пехотный полк и бурлит под гул орудий заревом знаменный полк генерал по полю брани сыновей на смерть ведет он кортечью вражьи ранен но из боя не уйдет потому что эти дети эти кровники войны путь к победе на рассвете указать и нам должны эти юные герои под салтановкой в бою вознесли над ратным строем славу звонкою свою на руси лихие были дрочуны и бурчуки но отечество любили и водили в бой полки а потом конкурсы полились как из рога изобилия ведущий руководитель молодежного крыла самарской писательской организации Денис Домарев едва успевал давать задания а жюри ставить оценки перевес в оценках был минимальный то вырвались вперед одни то другие шансы на победу были у всех и вот решающий конкурс чтение собственных стихов он ты расставил все точки над и улетай глупая птица крылья расправь и лети не смотри мне в глаза печально я лететь не могу ты не жди птица брось меня ты замерзнешь и умрешь в этих зимних краях ты птенцов своих не накормишь в нашем мире еда это страх птица глупая что же ты смотришь сквозь туман и мучительных дней я же сильная ты ведь помнишь улетай позабудь обо мне птица смотрит мне в самое сердце она знает уж все наперед как короткими перебежками ускользает последний год я кричу а она не бросает ближе жмется ко мне чуть дыша в дни печали меня согревает эта птица зовется душа я для тебя одного совершу невозможное и растревожу случайно наш сонный мир я как корделия буду до честности ложная не требуя с грешного люда возвышенных лир хочешь я небо взорву динамитом просроченным хочешь я море сожгу керосиновой лампою или буду стойко я ждать твоих лесткой пощечины молча рыдать под конец не казаться чтоб тряпкую хочешь как же они дарк сожги душу намеренно и выдирай все эмоции смазкой ясности из моих смольных уст и взглядов уверенных меня проклини же костром своей хладной ярости пусть суждено мне истлеть за порывы безумные однако и для меня есть предел невозможного я на заборе рисую краской лазурную дарю тебе наш сонный мир что же в этом сложного недолго ждать освобождение и рваться в дальние края вот-вот придет конец мученьям дожди пройдут пройдут снега и яркий свет и ток ученья увидим мы наверняка уйдя от школьного порога любой из нас найдет свой путь и все пойдут своей дорогой назад не смея повернуть кто спрятав ум под бескозырку качаться будет на волнах кто протирая в брюках дырку замкнется в узовских стенах послушный божьему веленью судьбу мы сможем испытать но всякий раз с благоговеньем мы будем школу вспоминать и в теншине ночей бессонных душой стремиться в те года когда мы расцветали скромно волненье школьного труда так уж не лучше ли нам ребята чтобы этих мук не испытать остаться в школе лет на двадцать или никогда не покидать когда приходит время листопада и ветер нас гоняет с берегов мы в город возвращаемся так надо чтоб зиму переждав вернуться вновь укрыты снегом летние стоянки и горы неподвижные стоят и мне сегодня наш приснился лагерь где баржи тихо спят на якорях а за окном который день метели машины как сугробы во дворах а помнишь как мы в город не хотели ночами согреваясь у костра С утра сажусь в авто и на работу Сквозь холод, снегопады и ветра А мне сквозь сон казалось, эта лодка Уходит на фарватер в шесть утра А помнишь, в темных тучах скрылся город Но мы рванули всем ветрам назло Чтоб пережить в палатках непогоду Чтоб ветром их без нас не унесло Завалены в царевщину дороги Зимой у каждого свои дела Зимой у каждого из нас свои сугробы А летом мы у одного костра И пусть до лета ждать еще так долго Я все же в сердце что-то там храню Как самолетик маленький над Волгой Как родники на правом берегу Собрав кулак последних сил остаток Я жду, когда с надеждой скажешь ты Пап, пора заплатки ставить на палатки И собирать в машину рюкзаки Проигравших не было Каждый поверил в себя Померился силами со сверстниками Чем внутренний мир так похож на твой Но и среди лучших всегда найдется Наилучший Ну что же и вот он тот самый Тот самый знаменательный момент Победителем городского поэтического чемпионата Среди школьных команд в 2014 году Становится команда Кубышевского района Школа номер 55 Руководитель Соболевская Марина Анатольевна Марина Анатольевна Приглашаем на сцену и вас И ваших болельщиков Которые очень много сделали для того Чтобы команда победили Ребят, поздравляю вас со вторым местом Мне вдвойне гордо Потому что я тоже из промышленного района Вот, расскажите свои эмоции, ощущения какие-то Мы очень рады, что нам довелось пройти в финал Очень талантливые ребята Мне кажется, жюри было поставлено перед тяжелой задачей Выбирать, в общем, кому предстоит представлять Самару на области Но мы очень рады, что мы поучаствовали Мы прошли в финал Мы, в общем, гордимся собой Расскажите секрет успеха Секрет успеха? Наверное, это импровизация, спонтанность И не нужно бояться быть собой И не нужно бояться выдавать какие-то смешные рифмы И неординарные фразы Вообще, каким должен быть современный поэт? Современный поэт должен быть лаконичным А сейчас выйдет новая книжка со стихами вашими Какие стихотворения войдут в ваши? И вообще, о чем пишете вы? Ну, говоря о себе, я могу сказать, что я принципиально не пишу о любви Потому что это очень заезженная тема И я думаю, что слишком рано Вот, пишу Наверное, писать стоит о свободе О том, о чем неуютно думать Об этом и стоит писать Вот и все Спасибо вам большое, удачи Спасибо Я вас поздравляю Просто замечательная победа Какие эмоции? Расскажите Восторг, радость Удачи, счастья Мы даже не ожидали А тут бабах и все Ребят, вы готовились, наверное Ну, просто незабываемое, по-моему, зрелище было Вообще, расскажите Ну, что вы чувствовали, когда вам сказали, что вы первое место победили? Взяли Такое чувство, наверное, не перечислить словами Не знаю, что такая радость Не верилась Не знаю И вера в то, что Наконец-то то, к чему мы стремились Исполнилось И очень, я думаю, символично для нас Школа 55 Стать победителем финала Именно в пятом городском поэтическом чемпионате Ура, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому